Мы продолжаем плыть проливами. Чудесная погода. Просто так повезло, что дальше некуда. Появились первые признаки цивилизации. Должны уже скоро подойти к порту Джуна. Вот так мы входили в город Джуна. Вам что-нибудь говорит это название? Вы знакомы с географией этих мест? Если так, то мне придется уделить этому некоторое внимание. И да поможет мне Google. Вот перед нами карта Соединенных Штатов Америки. Плоская. Здесь, как видите, Аляска выглядит чрезмерно большой. Да, конечно, все карты врут. Вот видите, здесь это уже более наглядно. Уже мы представляем территорию в объеме. Можем этот глобус вертеть как хотим. И вот перед нами та же карта Соединенных Штатов Америки. И вот здесь Аляска. Вот тут уже можно хорошо представить ее территорию. Территория огромная. Ну, сравните. Вот здесь территория континентальных 48 штатов. Аляска – штат 49-й. Гавайи – штат 50-й. Самый большой штат территориальный, континентальный Соединенных Штатов – это Техас. Его площадь большая. Около 700 тысяч квадратных километров. Немножко меньше. Что примерно соответствует величине Франции. Ну, а что же Аляска? 1 миллион 800 тысяч квадратных километров. Три Франции или три Техаса. Вот и сравнили. А куда мы, собственно говоря, путешествовали? Вот отсюда, из Ванкувера. Мы выплыли вот сюда, вот. На ту часть Аляски, которая называется ручка-ковша. У нас, кстати, таких штатов два. Один из них Аляска, другой Флорида. Вот тоже ковшик. Вот наш маршрут, как он представлен. Пожалуйста, выходим из Ванкувера. День идем проливами. И на следующее утро приходим в Джуну. Ну, а дальше уже следующие порты. Скагвей. Заходим в Фьор Трэси Арм. Затем Кэчкан. И один день морем обратно в город Сиэтл. Штат Вашингтон. Соединенные Штаты Америки. А теперь еще раз взглянем на эту карту чуть-чуть поподробнее. Вот наш первый порт Джуна. Скагвей. Трэси Армфьорд. И последний порт Кэчкан. Обратите внимание, что тут есть красным светом выделен городок Ситка. В прошлом этот город назывался Новоархангельск. Об этом мы с вами поговорим еще особо. А пока обратно в Джуну. Новоархангельск. Новоархангельск. Вот так начинается любая экскурсия по городу Джуна. Город Стильный. Столица штата Аляска. Так получилось, что предыдущий главный город этих мест, Ситка, купленный у русских, стал приходить в упадок в связи с упадком пушной торговли. А здесь, наоборот, открыли золотоносные рудники, и правительство штата постепенно переехало сюда. Впрочем, тогда это был еще не штат, а просто территория. Столицей штата Джона стал только в 1959 году. Вот все здесь как-то не так. Местные жители даже считают Капитолий одними из самых отвратительных Капитолий в штатах. Вот так выглядит его фасад. Жители штата не раз голосовали за перенос столицы в другое, более подходящее место. Но столица по-прежнему здесь, в Джона. Политические игры, все понятно. И еще о политике. Вот это здание. Официальная резиденция Аляскинских губернаторов. И как же тут не вспомнить Сару Бейли. Что ни говори, а ведь самая яркая личность из всех Аляскинских губернаторов. И не только. Как сейчас помню ее вице-президентскую баталию с многоопытным Байденом. Одна его снисходительная фирменная улыбочка чего стоит. Сара молодец, выстояла. Хотя надо сказать, что ее политическое увоззрение... Не будем о грустном. Сара любила эти края. Походы, рыбалки, снегоходы. Да и как все это тут можно не любить? Места замечательные. Сейчас живет в другом месте. А здесь теперь другой губернатор. Кать его зовут. Кого интересует. Есть в Шуни свой госпиталь. Но слабенький. В тяжелых случаях приходится отправлять больных в Сиэтл. А вот этот Walmart самый маленький в Америке. Это мы едем по дорогам Аляски. Впереди ледник Менденхолл Глейза. Вообще, этому леднику порядка двух тысяч лет. Он накопился и сейчас постепенно движется вниз по собственной тяжестью. Вот те льдины, что внизу, можно рассмотреть. Вот они. Те, что внизу. Они буквально только-только недавно отпали вниз. Но иногда бывают очень мощные движения, когда он проседает по своей тяжести. И тысячи тонн буквально льда скапливаются в этом озере. Не знаю, видно ли это хорошо по видео. В видео можно видеть голубые пятна. Они образовались за счет того, что там лед невероятной плотности. Вот если наверху снег, это обычный белый снег, то плотность вот этого льда невероятно высока. Образуется оптический эффект, при котором голубой свет не проходит насквозь и отражаясь, образуя вот эти голубые пятна. Вот, пожалуйста, можно посмотреть. Вот Беллочка у нас сейчас идет по дороге к водопаду. Расслабленно-расслабленно. Через рейнфорест, как называется, дождливый лес. Дождевой лес. И спереди водопад. Тут льдинки плавают, собачки плавают. Аляска. Народ тут снимает на видео, и я не исключение. Тут исключительно красиво. Ледники, лес и горы. Вон какие-то льдины еще плавают в озере, образовавшимся. А это Нагет Полс, водопад. Внушительное зрелище. Вот так. Тут мальчик подбирается поближе, сейчас промочит. Промочит нет. Мы возвращаемся в Джуну, чтобы посмотреть центр города поподробнее. А центр города и впрямь приятный. Можно и погулять. И в ресторанчике посидеть. И по магазинам прошвырнуться. А это памятник шахтерам. Здесь были золотоносные шахты, в которых люди работали до 1944 года. Когда шахты были закрыты по нерентабельности. Их пытались возродить года два назад. Но столкнулись с проблемой сохранения окружающей среды и приняли абсолютно правильное решение. Никогда более их не открывать. Среди прочих магазинчиков бросился в глаза и магазин под названием «Русский дом». Хотя набор там стандартный. Куклы, матрешки, футболки, шапочки. Но все равно приятно. Джуни вам могут предложить разные экскурсии. Помимо той, на которую мы ездили, вы можете взять круиз к местам, где водятся киты. Вы можете подниматься в горы. Вы можете подняться в горы пешком. Вы можете подняться в горы на подвесной канатной дороге. Пару слов про нее. Мне попадались разные названия подобных сооружений. Это мог быть и лифт, и элеватор, и фуникулер, и канатная дорога, кейблкар. У этой дороги название исключительное. Маунт Робертс Трамвей. Трамвай, попросту говоря. Да, где моя молодость? А нам пора прощаться с Джуной навстречу новым приключениям. Всего хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова